Слава Богу, братья и сестры, мир вам! Я думаю, что мы за дивную Божью любовь благодарны нашему Господу. Его любовь сегодня собрала нас здесь, на этом месте. И пусть наше сердце будет открыто, приготовлено, наполнено, потому что у Господа для нас есть великие и драгоценные обетования. Мы об этом читаем. Я хотел бы вместе с вами читать Евангелие от Иоанна, 3 глава, вместе прочитать. Это известная история, и давайте мы к ней обратимся. С первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на ночреслах, а пищу его были акриды и дикий мед. Вот из 6 стиха, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Аминь. Вот известная история Писания, и мы понимаем, здесь звучит целая проповедь. Однажды Бог призывает этого человека по имени Иоанн. Мы знаем немножко его историю, и в его жизни появляется это откровение. Он идет в пустыню, и Он проповедует. Вообще в Библии есть много, наверное, примеров проповедей, прямо готовых. И мы можем назвать Нагорная проповедь Иисуса Христа, где Иисус учит заповедям блаженства, объясняя, показывая. Мы находим проповедь Петра, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на этого человека, и он начал проповедовать. Из книги пророка Иоиля, и вы помните, эта проповедь имела такое действие, три тысячи человек в тот день обратились к Богу, крестились, и так появилась Первая Церковь. Есть проповедь Павла, когда, придя в Афины, он увидел, как много идолов в этом городе, он возмутился, и вы помните, известное место, книга Деяния, где он проповедует и говорит, «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога». Знаете, вот есть разные примеры проповедей. И здесь Иоанн, он берет книгу пророка Исаии, «Глаз вопиющего в пустыне», и он проповедует и говорит, «Приготовьте путь Господу». Вот я хотел бы сегодня буквально на эту фразу обратить внимание, «Приготовьте путь Господу». Это была очень сильная проповедь. Люди шли, чтобы услышать ее, шли в пустыню, преодолевая расстояние, и они крестились, они переживали Божье благословение. И вы знаете, когда мы понимаем, почему Иоанн так проповедовал, потому что для Бога очень важно, чтобы сердце человека было приготовлено. Аминь. Для Бога это очень ценно, потому что мы знаем, что должно было произойти впоследствии, люди ожидали Христа, Мессию, и Иоанн, он еще называется «Претеча». Он готовил путь, готовил сердца, и вот он проповедует о важности приготовленного сердца. И знаете, это была не новая проповедь, потому что, когда мы читаем Ветхий Завет, священник, когда шел во святое святых, когда шел, чтобы совершить служение Господу, то с чего все начиналось? С приготовления, правда? Начиналось все с того, что вот эти люди, которые были первосвященниками, они готовили себя, знаете, готовили внутренность свою, готовили сердце, и даже внешне какие-то были атрибуты, которые надо было в точности приготовить, одежда, чтобы все было на месте. И, наверное, когда священник шел, его пересматривали, осматривали, чтобы ничего не было неправильного. И когда он заходил, он понимал, что если он приготовлен, то придет благословение, сойдет Божья слава, сойдет Божье присутствие, если что-то будет не так. Вопрос касался даже его жизни и его смерти, потому что привязывали веревку к ноге с колокольчиком и слушали, идет, звенит колокольчик, не звенит. И знаете, приготовленное, приготовленное сердце, оно очень важно. Если говорить о нас с вами, и Иоанн об этом проповедует, это было очень важно. И знаете, мне хотелось бы буквально из этого места обратить внимание, приготовленное сердце, как его приготовить, что для этого нужно. И знаете, наверное, если говорить об Иоанне Крестителе, Иисус однажды даже сказал, что это был больше изрожденный женами пророк, который был здесь на земле. Мы понимаем, что прежде чем говорить «приготовьте путь», Иоанн сам был приготовлен. Иоанн сам был готов к встрече с Иисусом. И мы об этом читаем. Иисус именно к первому идет к Иоанну, потому что, говорит, так надлежит исполнить всякую правду. Он был готов. И знаете, вот если мы читаем из этого места, написано, мы читали, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Мы можем спросить, а что здесь особенного? Приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Знаете, вот для меня это понимание, что это был человек действия. Он выходит из зоны комфорта. Он был сыном Захарии, Елизаветы. Он мог находиться, наверное, в другом месте. Но мы видим, когда он услышал призыв Господень, он идет и он это делает. Он выходит из Иерусалима, из какой-то суеты, и он идет туда, куда люди к нему начинают стекаться. Человек действия, человек, который проповедует, который трудится. И знаете, для Бога, наверное, очень важно в моменте приготовленного сердца нашего, чтобы мы не были людьми бездействия, чтобы мы не были людьми, которые, знаете, проще ничего не делать, но чтобы мы посмотрели и на тех людей, которые шли за Господом, служили Ему. Это всегда были люди, которые действовали. Иоанн человек действия, Иоанн креститель. Мы читаем Елисей, много раз обращались, человек действия. Когда Бог обратил на него внимание, мы находим, он возделывал землю при 12 паре валов. Это было, знаете, непросто после 3,5 лет засухи возделывать землю в Израиле, но это был человек действия. Он, наверное, туда погружал этот плуг, он брал этих валов, и он двигался. И, знаете, Богу понравилось, что этот человек был действующим. Когда мы читаем о первой церкви, то написано, это тоже были, ну, можно сказать, все люди, которые действовали. Почему мы это находим? Потому что написано, они пошли везде и проповедовали Евангелие, и там еще написано, при Господнем содействии. Богу так это понравилось, что он не просто, знаете, они сами пошли и какими-то своими силами это делали. И Бог решил, я помогу им. Он пошел, и было его содействие. И написано, церкви по всей Иудее, Галилее, Самарии умножались, благословение приходило. Поэтому, братья и сестры, Библия нам об этом говорит, что по силам руке нашей делать, делай это. Знаете, если мы хотим, чтобы наше сердце было приготовлено, начинай что-то делать, начинай молиться, начинай искать Господа, начинай читать Слово Божье, начинай прилагать усердие. И знаете, Бог очень высоко, как я уже сказал, оценил этого человека. Если говорить о приготовленном сердце, буквально кратенько, мы понимаем, что подготовка, он был человеком действия, но с чего все начиналось? Все начиналось еще с его родителей. Когда мы читаем историю, мы находим, были вот эти благочестивые люди, и Захария, и Лизавета. Библия дает им очень хорошие характеристики, праведные люди, служащие Господу, молящиеся. Они очень долго молились за сына, и знаете, их роль, мы не можем умалить их роль в жизни вот этого Иоанна. Он приготовленный, мы говорили, и нельзя умалить их роль. Они все сделали, чтобы этот человек был Божьим человеком. Братья и сестры, когда мы смотрим на наших детей, поймите, что наша роль в жизни наших детей очень велика, вложить в веру, молиться за них, ходатайствовать, поддерживать, укреплять. Поэтому в жизни Иоанна его родители сыграли очень большую роль. Но если посмотреть, с чего все начиналось, помните, я не буду открывать, Захария в порядке своей череды, в Божьем доме, служит Господу, и к нему является ангел Господь. И не говорит, Захария, молитвы твои пришли на память Богу. У тебя будет Сын. Знаете, вот что меня удивляет, где началась вот эта подготовка, мы говорим, в жизни его родителей, но все начинается в Божьем доме. Все начинается в момент, когда этот человек служил Господу. И знаете, для меня это вдохновение, потому что дом молитвы, это то место, где мы получаем ответы, это то место, где Бог готовит нас, направляет нас. И для нас очень важно ценить вот этим временем быть в Божьем доме, быть вместе. Исайя 56,7 говорит, «Я приведу на святую гору мою», говорится о Божьем народе, «и обрадую их в моем доме молитвы». Братья и сестры, дом молитвы – это то место, где ты, на самом деле, твоя подготовка идет, и ты переживешь великое благословение. Давайте будем ценить этим временем, когда мы можем быть в Божьем доме. И последний момент, мы читаем, 6 стих, мы читали, когда Иоанн совершал крещение, написано, «И крестились от него иордане, в Иордане, исповедуя грехи свои». Вот знаете, когда мы читаем это место, ну, кажется, ну, что тут особенного? Люди крестились в Иордане, и мы так делаем. Каждое лето у нас в нашем христианском центре уже в последнее время проходит вот этот момент крещения. И мы читаем, «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Кажется, ну, что здесь особенного? Ну, знаете, именно вот это действие, оно столкнулось с очень большой критикой, с очень большим непониманием, потому что, вы помните, там были фарисеи, саддукеи, которые негодовали, видя, что происходит вот такое событие. И знаете, немножко читая историю, для евреев обряд крещения, это не было что-то такое, знаете, ну, неизвестное, это не было вот какое-то, может быть, непонятное, потому что они это видели. Но только, знаете, вот если посмотреть исторически, то крещение вот такое совершалось над язычниками, совершалось над людьми, которые обращались от язычества к иудаизму, обращались к Богу единому, тогда над их жизнью вот совершался этот обряд крещения. И понятно, фарисеи, видя, что и израильтяне идут, и евреи идут креститься от Иоанна, они негодовали, они не понимали, это не вмещалось, знаете, в их, ну, рамки, потому что им казалось, это для язычников, это для грешников, это для людей, которые идолом поклоняются. А Иоанн говорит, совершите достойный плод покаяния, и крестит евреев. И знаете, вот так подумал, наверное, мы понимаем, есть форма, есть содержание. И для того, чтобы быть приготовленным, очень важно, вот здесь, из-за этой формы, они не вместили, они не увидели, что Бог действует, они не увидели содержание, совершите достойный плод покаяния. Наверное, первое, на что смотрели, смотрели на форму. Второе, это то, уже, может быть, и не было видно, что за этой формой находилось. Но, братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы каждый раз, приходя в Божий дом, мы смотрели на содержание, Господь на этом месте. И нам нужно приготовить свое сердце для Него, чтобы пережить встречу с Ним. Пусть Бог благословит каждого. Давайте мы поднимемся для молитвы, и мы будем сейчас петь. Время пения, это тоже время подготовки. Мы подготавливаем, пусть Господу в наших сердцах. Пусть Бог благословит каждого. Дорогой Отец, 41-го загородный. С Hopkinson.